Посмотрим, с чем можно столкнуться при… с какими дополнительными трудностями можно столкнуться при работе с методом инструментальных перемен. Ну, начнем с самого простого. Во-первых, при методе инструментальных переменных можно точно так же использовать стандартные ошибки, устойчивые к гетероскедастичности. То есть, например, если я хочу провести тест на коэффициенты для модели метода инструментальных переменных, то мы здесь можем, как и раньше, указать то, что мы хотим использовать ошибки, ковариационную матрицу, оценок коэффициентов b с крышкой устойчивую к гетероскедастичности. Ну, соответственно, у нас тут все коэффициенты значимы. Еще раз, она никак не поменяет оценки коэффициентов, она только по-другому пересчитает стандартные ошибки, и, соответственно, это может повлиять на результаты проверки гипотез. Это первый нюанс. Значит, первый нюанс — это арабасные стандартные ошибки. Второй нюанс — что помимо какой-то переменной, которую я подозреваю в коррелированности с ненаблюдаемой случайной составляющей, у меня могут быть вполне регрессоры, которые я не считаю коррелированными с ненаблюдаемой случайной составляющей. Соответственно, в данном случае я могу добавить в модель свою, ну, скажем, относительный доход индивида, потому что, естественно, что доход индивида, он тоже может влиять на потребление сигарет. Здесь я поставлю логарифм relative income. Мы переменную relative income создали, и здесь, правда, нам потребуется уточнить. В нашем случае мы можем предполагать, что переменная доход индивида, она является экзогенной, тогда на нее не надо использовать инструментальную переменную, и, соответственно, ее в регрессию надо вставлять так, как она есть. Но команда evrec по умолчанию будет все-таки на первом шаге строить регрессию на инструментальные переменные, а мы хотим, чтобы этого не происходило, поэтому нам сюда в список инструментальных переменных надо самим самостоятельно добавить r income. Соответственно, когда я буду строить регрессию логарифма относительного дохода на логарифм относительного дохода и относительные налоги на первом шаге, то, естественно, у меня будут получаться идеальные прогнозы, и во второй шаг переменная логарифма relative income будет входить так, в исходном виде. Ну, соответственно, это будет вторая модель. Здесь мы добавили еще одну экзогенную переменную. Ну и поскольку мы уже знаем, что можно учитывать гетероскедастичность, а логично ожидать, что раз штаты разного размера, то разброс потребления, спрос на сигареты разный, то поэтому в нашем случае гетероскедастичность логично ожидать, и мы можем получить вторую модель. Ну, соответственно, вот здесь у нас логарифм относительного дохода вышел незначимо, когда мы учли гетероскедастичность. Соответственно, это второй сюжет — наличие… наличие экзогенных регрессоров. То есть если регрессор не коррелирован с ошибкой, но мы так предполагаем, проверить этого мы никак не можем, то мы тогда включаем его в обе части формулы для команды evreg, и в ту часть, которая объясняет logpacks, и в качестве списка инструментальных переменных. То есть переменная, получается, является инструментальной для самой себя. И еще один маленький сюжет. Соответственно, наличие нескольких инструментальных переменных. Откуда в нашем наборе мы можем взять несколько инструментальных переменных? Ну, связано это с тем, что в нашем наборе данных есть текст average federal and average local exercised tax, и есть текст с буквой S, который еще включает налог на продажи. То есть у нас есть две переменных, а мы пока учли влияние только одной составляющей. Но, соответственно, для удобства, во-первых, мы можем из текст с буквой S вычесть текст и получить вот эту самую sales-text. Давайте мы получим h3, набор данных h3, mutate h3, и мы создадим переменную rtex2, которая будет равняться, соответственно, мне надо из переменной tags с буквой S вычесть все остальные сборы, поделить на cpi. И, соответственно, я получу еще sales-text, тоже поделенный на cpi, то есть относительный налог, ну, другая составляющая. И это, этот относительный налог второй, ну, то есть можно, во-первых, проверить, что все там хорошо получилось в наборе данных h3. Вот у нас эта переменная, она иногда положительна. Вот если в некотором штате отсутствует налог на продажи, так она равна нулю. И, соответственно, мы теперь можем включить еще одну инструментальную переменную. То есть я копирую формулу для оценивания модели 2, теперь это будет модель 3, и отличаться она будет единственным моментом. В списке инструментальных переменных у меня будет на одну переменную больше, будет еще второй налог. То есть вот у меня тут выделен акцизный сбор фактически и налог на продажи в отдельную переменную. Ну, соответственно, мы можем запустить эту команду и посмотреть по ней отчет. И, соответственно, мы получили новые оценки методом инструментальных переменных. Ну, следует сказать, что в реальности самое сложное — это обосновать выбор инструментальной переменной. Это скорее относится уже даже не к области науки, а к области искусства. Найти такую переменную, которая была бы коррелирована с регрессором, который вы включаете в модель, но вместе с тем, которая была бы связана с зависимой переменной, с случайной составляющей только через регрессор. Продолжение следует...